Какие вопросы решала региональная власть в прошлом году? Какие трудности преодолены и какие успехи достигнуты? Ежегодный отчет губернатора о деятельности правительства за 2021 год заслушали в законодательном собрании Тверской области. Об основных итогах в Большого доклада расскажет Наталья Чекет. Своё выступление губернатор начал с подведения итогов работы в период коронавируса. Как рассказал Игорь Рудене, несмотря на ситуацию с COVID-19, экономическая и социальная сфера в регионе оставались стабильными. Основным результатом нашей общей работы в прошедшем году является обеспечение устойчивой работы экономики, инфраструктуры, социальной сферы нашего региона. Несмотря на то, что значительные ресурсы были направлены на противодействие и минимизацию последствий новой коронавирусной инфекции. Отдельно глава региона рассказал о работе промышленного комплекса региона. Так, в прошлом году был создан инновационно-промышленный парк Боровлёва-3. Сейчас ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры. В 2021 году продолжалось развитие индустриального парка Боровлёва-2. В частности, это проект по расширению производства железнодорожных подшипников. Что касается бюджета, то собственные доходы росли. Областная казна пополнилась на 92 миллиарда рублей. Транспорт и машиностроение подтвердило свою высокую роль в развитии экономики региона. Это очень важно. Деревообработка – это очень важно. Металлообработка – это средний и малый бизнес. Мы считаем, что в 2021 году произошли ключевые события в лесохозяйственном комплексе. У нас существенно увеличился официальный объём заготовки древесины. В своём отчёте глава региона рассказал о положении дел агропромышленного комплекса. В Ржевском районе продолжается строительство животноводческого комплекса на 6000 голов для производства молочной продукции. А в Зубцовском округе планируют разводить коз. Игорь Руденя также отметил, что на 30% увеличилось производство продукции растеневодства, в том числе благодаря росту объёмов технических и зерновых культур. Отдельный вопрос касался развития туризма в Турской области. За прошлый год Верхневолжье посетило более 2 миллионов путешественников. В 2021 году началась активная реализация кластера «Волжское море». Первый этап – это акватория. Сейчас формируется здание вокзала. Получен старт на строительство железнодорожной ветки к этому кластеру. Ну и, конечно, началось строительство двух аквапарков и трёх гостиниц. Ещё один вопрос касался газификации региона. Построено более 190 километров газовых сетей в 14 муниципальных образованиях. Также глава региона рассказал, что в сфере здравоохранения зафиксирована позитивная тенденция. Снизилась смертность от онкозаболеваний инфаркта миокарда. За прошлый год в регионе отремонтировано 585 километров дорог. Введён в эксплуатацию путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Любой отчёт о деятельности правительства, он для депутатского корпуса важен ещё и с точки зрения перспектив, которые от этого отчёта отталкиваются и которые возникают. И вот поэтому то, что Игорь Михайлович сделал упор снова на реализацию национальных проектов, на идеях, связанных с возрождением исторической ценности объекта в городе Твери, прежде всего, это как раз подчёркивает то, что отчёт, он всегда нужен для перспективы. Коротко Игорь Рудене рассказал депутатам о задачах на будущее. Приоритеты – промышленность, здравоохранение, образование, рост экономической стабильности в условиях санкций. В итоге все присутствующие депутаты единогласно приняли отчёт губернатора о результатах деятельности правительства в 2021 году.